Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Банк России снизил ключевую ставку с 14 до 12,5% годовых. Эксперты полагают, что это может привести к снижению ставок по кредитам и вкладам, а также спровоцировать ослабление рубля. Как поясняют в регуляторе, решение о снижении ключевой ставки было принято с учетом ослабления инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. Отчасти прогнозы экспертов оправдались. Рубль после оглашения решения регулятора несколько ослабел, а ставки по вкладам пошли вниз. А вот с кредитами пока не все ясно. Банки что-то не торопятся снижать процентные ставки. Но другого от них ждать сложно. В марте объем вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках, работающих в Самарской области, вырос на 0,9% и составил без малого 828 миллиардов рублей. В частности, вклады в банках, зарегистрированных в регионе, выросли на 1,5% и составили 106 миллиардов рублей. Вклады в филиалах иногородних банков выросли на 0,8% до 721 миллиарда рублей. В Крыму снова заработали пластиковые карты. Это связано с запуском национальной системы платежных карт России. Так что теперь на территории полуострова принимаются карты Visa и MasterCard. Ранее обе системы заявляли о прекращении работы в Крыму в связи с санкциями США. Снять наличные деньги владельцы карт этих систем в Крыму пока могут лишь в банкоматах Российского Национального коммерческого банка, который при этом не берет комиссию по операциям с картами других российских банков. Ну вот не был в Крыму, так что подтвердить или опровергнуть не могу. А на сегодня это все. Хороших выходных!